Здравствуйте! В библейском портале Экзегет мы сегодня продолжим речь о исторических книгах. Сегодня приступим к книге Иисуса Новина. Начинается она так. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Новину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан, и ты и народ мой в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Итак, продолжается исход, продолжается обретение своей земли. Это не просто теперь уже некое, так сказать, один из народов. Это, как говорит сам Господь об этом народе, «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Это Господь велит Моисею сообщить сынам Израилевым. «Вы будете у меня царством священников и народом святым». То есть, царством священников. Это значит народом, постоянно предстоящим Богу. И это же самое мы слышим от апостола Петра, когда он говорит церкви Христовой. «Вы – род избранный, царское священство, люди взятые в удел». Священствовать – это значит постоянно присутствовать перед очами Божьими. Жизнь, посвященная Богу. Вот что составляет смысл жизни Израиля и нового Израиля, церкви. Итак, вот начало этой истории, исход, как история жизни и подвига Моисея, пророка и вождя, и его ученика и последователя Иисуса Новина. В книге Иисуса Новина говорится о завоевании земель окрестных Иордана. И, собственно говоря, завоевание земель – это означает не просто обретение территории. Это значит, что изгоняется дух сопротивления. Сатана, дьявол, противник Божий, загоняется с места, которое он занял, место Бога. Потому что каждый народ, который владеет той или иной территорией, каждое царство силу свою сознает, как данную от его, этого народа, этой земли, Бога, то есть идола, то есть какого-то демона. И это было нормально, что в каждом царстве есть свой какой-то идол, свой Бог. Бог, каждая территория так или иначе покровительствуется или управляется, так сказать, каким-то Богом. Это все явление вот этого сатанинского обмана. Земля Богу принадлежит и никому иному, она его творение, она его удел. Но через падение человека земля превратилась в место обитания духов злобы поднебесной или иначе разного рода демонов, которые, конечно, и давали силу тем народам, которые им поклонялись и завладевали теми или иными территориями. Так вот, именно победу над этим, над этим торжеством сатаны должен был осуществить Израиль. Вот в чем его миссия и в чем смысл его завоеваний. Языческие царства были, конечно, весьма сильны. И силу свою они, так сказать, сознавали, как данную вот этими самыми их покровителями, богами, теми или иными духами, так или иначе явлениями сатаны. Но, в сущности говоря, победа Бога над сатаною, вот что и есть победа народа Божьего над язычеством. И о пространствах, которыми обладеет Израиль, Бог говорит еще в книге Бытия Аврааму, «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомство твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Эфрата». Или в книге «Исход» то самое. «Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского, значит, Средиземного, и от пустыни до реки Великой Эфрат, ибо предам в руки ваши жителей сей земли». Или в книге «Чисел». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Дай повеление сырам Израилевым, и скажи им, когда войдете в землю Кнаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел». И уже в книге Иисуса Новина мы слышим те же слова, которые обращается Господь к народу своему. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу своему передашь во владение землю, которую я клялся отцам и их датим». Итак, вся история Израиля – это история того, как не приложен завет Божий. Израиль может в лице своих подвижников, как эти герои веры, судьи, вожди, пророки, осуществлять волю Божью. Израиль может молодушествовать и передавать Бога, но Господь всегда верен. Иисус Новин, как и Моисей, как и другие призванные Богом, не уверен в своих силах, но его укрепляет Господь такими словами. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, да поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Вспомню, как пророк Иеремия, когда на призыве Божий говорит, «О, Господи Божий, я не умею говорить, я еще молод, не бойся бы я с тобою», отвечает ему Господь. Иисус Новин начинает это свое воинствование, завоевание Сибири. Ему следует перейти через Иордан, и это совершается чудным образом. Прежде этого он посылает лазутчиков в стан и в стан врагов, с тем, чтобы разузнать обстоятельства на месте. Их прячут с тем, чтобы они смогли вернуться в стан иудеев, их прячет некая женщина, блудница, Раав, в Айерихоне, она окрувает их, и тем самым становится соучастницей в тех делах, которые совершает Иисус Новин, соучастницей в том пути, которым идет Израиль. И, в крайнейшем счете, Раав за то, что она помогла иудеям, спаслась и семья ее в Айерихоне и вошла в число этого народа, потому что они приняли веру этого народа. И, в конце концов, Раав, Лярхав становится в число предков Давида. Она мать Бооза. Так вот, она укрывает в Айерихоне разведчиков Иисуса. И когда Иерихон взят, иерезиклетяне обходят стены Иерихона с трубами. Это торжественная процессия, которая происходит при священодействии. Ведь просто так, не просто так, вернее, разорен вражеский город, город, в котором торжествовали идолы, торжествовали демоны, торжествовали языческие не боги, а враги бога истинного. Так вот, это жертвоприношение разрушения Иерихона, торжественное жертвоприношение процессий и звуком труб. Это как бы обрушивает стены города. Народ переходит через Иордан под водительством Иисуса Новина, так же, как под водительством Моисея, народ перешел через Черное море. То есть, чудом Божьим вода расступается. если при Моисея Господь вел свой народ, присутствуя перед ним столпом огненным ночью или столпом дымным днем, то здесь Господь присутствует среди народа своего и расступается вода перед народом, который ведом своим Богом. Он присутствует тем, что Ковчег Божий несут впереди этой процессии, ну, не процессии, отряда израильтян. Ковчег, как мы помним, это не просто, так сказать, сокровище, в котором знаки божественного присутствия, божественного благоволения к израильтянам над херувивами, которыми осенена крышка завета, место присутствия Божьего, славы Божьей. Вот это вот присутствие Бога с человеком, казалось бы, немыслимое, но реальное, осуществилось еще при Аврааме, когда Господь явился ему у Дубравы Мамре, совершилось при Иакове, когда Иаков боролся, некто с ним боролся, и после этого соприкосновения с Ангелом Божьим, а вернее, правильно сказать, с самим Богом, Иаков получил иное имя, и сказал ему Господь, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Так вот, воинство Господне, о котором говорит книга Иисуса Новина, это присутствие самого Бога среди народа. В книге пророка Исаии говорится так, склятываю, говорит Господь Свауф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура на земле моей, и спадет с них Ермойго. И вот рука просерта на все народы, ибо Господь Свауф определил, и кто может отменить это. Это даже читается отрывок в одной из премий, то есть вечерних служб нашей церкви в подтверждение того, как пути Господни непреложны. И в книге Иисуса Новина мы читаем Иисус, находясь близ Иерихона, заглянул и видит. И вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал «Наш ли ты или из неприятелей наших?» И он сказал «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своем на землю и поклонился и сказал ему «Что господин мой, скажешь рабу твоему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь свято». Иисус так и сделал Иерихон заперся и был заперт от страха срыв Израилевых и никто не выходил из него и никто не входил. Итак, Иерихон был повержен силою самого Бога, сопровождавшего свой народ в этой битве. Земля должна стать местом служения Богу истинному. Вот конечная цель этого предприятия. Итак, завоевание это посвящено Богу и никому иному. Однако люди-то не все тверды и мужественны, не все верны и не все так вдохновлены, как избранники, подобно Иисусу Новину. Вот что читаем мы далее. В 7-й главе книги Иисуса Новина. «Сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого, и гнев Господень возгорел с сынов Израиля». Дело в том, что побежденный город не должен был никак обогатить материально народ израильский. Никаких трофеев, никакой добычи, никакой пощады тому, что было вне признания Бога истинного. Все должно было быть истреблено от человеков до скота и всего имущества. Ничего не должны были присвоить себе. Между тем, некто присвоил себе некоторые имущества как трофей в этой победе над Иерихоном. За что Израиль потерпел поражение, неожиданное и чрезвычайно горестное поражение. Так вот, когда выяснилось, в чем дело, то Иисус навин обратился к Богу и в горести сокрушался и Господь говорит ему, Израиль согрешил и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израиль не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагов своих, ибо они подпали заклятию. Не буду более с ними, так зарекается Господь. Тогда Иисус делает испытание. Он так проводит всех воинов, всех израильтян, которые с ним шли, и жребия Господь оказывает ему на виноватого. Тогда этот виноватый казнен и возвращается милость Божья к своему народу. Мы в этой связи можем вспомнить эпизод уже из ранней истории христианской церкви. Вспомни книгу Деяний. В пятой главе рассказывается вот что. Некоторый муж именем Анания с женой своей Сапфирою продав имение утаил из цены с ведома жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль и солгать Духу Святому и утаись из цены земли? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал бездыханной. Петр еще говорит тогда Анании, все, что ты тогда получил продав землю, не твое ли было? Кто заставлял тебя, так сказать, обещать вырученное в дар Богу, то есть принести в церковь и при этом слукавить, часть утаить себе? Вот этот страшный момент в первой, буквально в первом поколении христианской церкви напоминает тут ранний эпизод в первых поколениях Израиля, освобожденного из египетского рабства. Вы народ Божий, не надо лукавить перед Богом, если Бог что-то заповедал, совершите, и это будет вам спасение. Любое лукавство означает опять возвращение к преступлению Адама. Ведь на самом деле очень, так сказать, не, кратко, сама идея, сама сущность всей истории Израиля вернуться в чистоту и совершенную преданность, совершенное неуклонение от заповеди к Богу. любое лукавство это шаг назад. Так вот, когда совершился разгром амарийских царей, сверхъестественная помощь, которая оказана Израилю, описывается словами из древнего текста, из книги праведника. Вот который предал Господь Бог Амарея в руки Израиля и сказал пред израильтянами «Стой солнце над Габаоном и луна над долиной Авилонской и остановила солнце и луна стояла, такой ли народ мстил врагам своим, не это ли написано книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Вот эта остановка времени, как бы приостановка всех естественных процессов жизни мироздания ради того, чтобы Божий народ совершал свою миссию. Это прямое участие Бога. Как мы помним, время задерживалось, когда Моисей поднимал руки и народ израильский поборал врагов. Так и здесь. Итак, Иисус Новин осуществляет соповеданное Богом еще Моисею завоевание земель. Вторая половина книги Иисуса Новина посвящена писанию того, как Иисус разделяет земли между коленами, то есть поколениями Израиля. Так сказать, как бы обосновываются на этой земле, данной народу Богом, каждая из израильских колен. Смысл всех этих событий, пережитых Израилем, всех кровавых завоеваний, в том, чтобы освободить от власти демонов, идолов, то есть этих лжебогов, землю, в которой должен царствовать единый истинный Бог. И, так сказать, миссия эта дана народу Божьему. Мы можем сравнить вот завершающие строчки книги Иисуса Новина со словами из книги Бытия, которые обращает Господь к Аврааму. А в свою очередь книг Иисуса Новина говорится так, в 24 главе. «И дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них из наградных маслячных садов, которых вы не сождали, вы не едите плоды». Книги Бытия еще в первой главе мы читаем о том, как Господь вводит Адама в рай. «И это будет вам в пищу», говорит Господь людям, только что введенным им Богом из небытия «это будет вам в пищу, обладайте и владейте ею». И вот это обладание ею человек потерял, но Господь уже историческими событиями предначертывает будущее обладание обновленной землей в новом Иерусалиме, уже в пространстве вечности, но не времени, но предначертывает в исторических событиях это будущее, которое уготовано церкви, предначертывает вот этими самыми забоеваниями, которые сочисляются при Иисусе на вине. Еще прочитаем отстрочку из этой последней главы. «Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам и сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, чтобы избрали себе Господа служить ему. Они отвечали свидетели. В этой связи можно вспомнить страшные слова, которые были сказаны иудеями Пилату. Нет у нас царя, кроме Кесаря, распни его. Так они сказали о Боге, которого не хотели признать Господом, царем. Хотя так клялись в первые поколения своей истории. Но Господь верен и никогда не предаст народ свой. На этом сегодняшней беседе перейдем к следующим книгам в следующий раз. До следующей встречи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.